Я знаю секрет успеха наших мужчин-одиночников на домашнем этапе гран-при. Просто ребята каким-то образом узнали, что итоги московского этапа я буду подводить с ним. И сделали все, чтобы он их хвалил. Речь идет о Максиме Ковтуне, многократном призере чемпионатов Европы, мира, да и вообще всего-всего. Макс, привет! Привет! Ну, очень крутой результат у российских фигуристов на этом этапе. Впервые, по-моему, за 21 год мужской пьедестал почета у нас. Я уже не говорю про то, что все 4 золота за нашими фигуристами. И еще, получается, сколько там? 3 серебра и 1 бронза. Да, по-моему, последний там был Апт, когда был, по-моему, Ягудин и Плющенко. Нет, наверное, кто тройку, всю тройку занимали на домашнем этапе гран-при. Ну да, 21 год назад. Мама-ми, это как в прошлом веке. А еще, кстати, я прочитал, что у Самарина мировой рекорд по надбавке за каскад, причем 2 раза за сутки. То есть и в короткой, и в производной. Там, конечно, сумасшедшие, особенно вживую, там просто выше борта четверной лут, еще тройной тулуп. Это выглядит просто супер. До начала, до начала гран-при ты ожидал такого результата? В мужском одиночестве? Я был уверен, что Шо Мауна будет в призах. Вот это 100%. Но сейчас такой, конечно, у него сезон, не знаю, я бы называл это в поисках себя. Потому что он сейчас и без тренера постоянного. Даже написано там коуч. Нету коуча. Да, там сейчас Стефан Ломбель, там еще кто-то может быть с ним. Но все равно нужно, наверное, как-то определиться Шоме. Получается, если ты считал, что Шо Мауна будет в призах, Макар Игнатов получился открытием. Макар Игнатов, да, это, получается, дебютант. Вообще, да, дебютант. Это его первый взрослый этап гран-при. Да, мне нравится, что он очень адекватно выглядит в плане того, что вот он и на разминке, он очень стабилен. Нету каких-то у него пока что. Это, конечно, пока что. Потому что он только-только сейчас вот заходит в это все. Нету пока что на нем груза какой-то, ну, какой-то ответственности. Дай бог, чтобы вот так продолжилось. Просто вот пусть выходит и делает свою работу. Мне понравилось. На него спокойно. Есть, например, вот Самарин выходит. Я вот волнуюсь. Я волнуюсь. Я знаю, что там дикая сложность. Я знаю, что вот всякое может быть. Выходит Олив, я волнуюсь. Выходит Игнатов. Я просто спокойно посмотрел его прокат. Вот как не было такого какого-то напряжения. Это как вот когда Медведева выигрывала два года подряд все, что только возможно. Просто забирала медальки золотые. Вот она выходила. Мы все смотрели вот так спокойно. Мы просто наслаждались ее катанием. Никто не... Знали, что она все сделает. Да, конечно. Там, что как Медведева? Да как обычно. Все, то есть вот так вот все было. Как обычно. Первое. Что тут еще говорить? Да. Что касается наших парней, Саша Самарин и Дима Олив отобрались в финал. Это прям очень круто. Но там в финале Ханю, Нейтан Чен. Как ты видишь вот эту конкуренцию наших с такими фигуристами? Ну... Они стабильные. Что... Как бы... А какой путь иной может быть? Вот если не так. Если не начинать отбираться уже в финал Грам-при, выступать, пытаться кусаться с самыми лучшими, другого-то пути нет. Я считаю, что Самарин, например, со своей сложностью в короткой, он может очень сильно заявить о себе. Вот сделать заявку на попадание в топ. Ну, топ-5, допустим. Это же там вот где Чен, там Уна. Ну, до сих пор, наверное, несмотря на результаты этого сезона, Уна все равно считается супер топ. Вот. И... Ну, как бы я вижу, что... Я просто не то, что Алиев как-то послабее. Алиев очень сильный. И, кстати, мне нравится его короткая программа в этом году. Прям музыка. Вообще, у меня до мурашек. Я просто про то, что вот Самарин, четверной луч, четверной флип в короткой программе. Это сразу запас, да, такой большой перед? Есть, да. Шанс быть там после короткой программы первым или вторым. Почему нет? А потом удержать это все. Это вот так и идет потихонечку. В тройке на финале гран-при может быть и Алиев, и Самарин, я считаю. Самое главное – это то, что наши ребята реально конкурентоспособные уже. Это уже хорошо. Дальше вот все, как это, карты в руки. Все, поехал. Будем болеть. Говоря о нереальном, Александра Трусова, девочка из космоса, девочка из другой планеты, как ее только не называют, русская ракета, четверные прыжки. Очень сейчас вот перед интервью с тобой читала, что пишут на форумах люди, и они разделились, то есть кто-то считает, что для таких, как Саша, нужны отдельные соревнования, что вот девчонки соревновались между собой четверными и оставить отдельно там женское одиночное катание. Кто-то предлагает Саше вообще уходить в мужское, делать смешанные соревнования. Понятно. Короче, ничего серьезного и ничего интересного. Все ясно, как обычно. Вот я бы с удовольствием почитал бы форум, если там хоть раз что-то написали, реально такое, что можно задуматься, перейти в мужское, трусовое, там и так далее. Ну классно, пошутили, супер. На самом деле, что тут думать? Вот у нас есть такой спортсмен, трусово. Гордимся, не давим, не трогаем, пусть выступает, выигрывает, все супер. Не надо ее вот сильно трогать, что-то там предлагать. Что вы предлагаете? Вам золотой медали мало, она сейчас, у нее есть все задатки для того, чтобы... Да она уже, я просто как-то это, она слишком маленькая еще, но она, мне кажется, 100% станет великой спортсменкой. Она уже, мне кажется, возможно... Я бы уже назвал, да. Ну конечно, она уже вошла в историю. Девочка, которая... В историю точно вошла. И дай бог, чтобы вот это все она продолжала делать в удовольствие и без лишних всяких вот этих закулисных игр. Потому что это все равно все случается, бывает. Ну у нее такой тренерский штаб, что, я думаю, можно не переживать. Огородят от всех разговоров. Я с папой рядом сидел, он трусово, когда смотрел, у него были только так... И всю программу... И потом встал такой, господи, как я это видел вживую, с ума сойти. То есть, ну, это же дорогого стоит. Я думаю, много кто так сидел вчера. Это мы вырежем, поставим, что я носом шмыгаю? Я думаю, что вырежем все остальное, оставим только шмыгаешь. Вообще предлагаю выпуск только из этого сделать. Еще сделать такой ремикс. Как пойдет, так пойдет. И вот это тоже не вырезай. Пусть я знаю, что я подзаболел. Я поэтому чуть-чуть это... Я пытаюсь, мне тяжело дышать, я ради вас стараюсь. Я забыла, что хотела спросить у тебя. А, по поводу... Сколько ты зарабатываешь? Да, наконец. Я шучу, ладно, все. Давай серьезно уже. Ну, всем интересно. Трусово, давай, я напоминаю тебе. Так, о чем мы говорили? Трусово. Трусово, Саша Трусово. Вот, и все идут на ее четверные. А что же тогда делать девчонкам, которые не прыгают четверные? Ответ есть. Вот смотри, честно тебе говорю, я сидел же с мамой, с папой. Так. Так, Медведева катает короткую программу. Она откатала ее. Мы поворачиваемся с папой, а мама рыдает вся. У нее просто слезы, она не могла остановиться. Она плакала минут 10. Это что? Она не плакала после Трусовой. Она плакала после Медведева. Каждому свое. Меня лично, вот, как-то душевно, да, вот так вот, меня очень цепануло на этом старте Медведева. И без четверных. Просто суть в том, что далеко не каждый может с тройными просто откататься и зацепить до слез. Ну, смотри, получается, что вот она катается чисто, она цепляет до слез, но для спортсмена-то важнее место и медаль. Например, Женя учит четверной сальхов. Представляешь, если она сделает сальхов Риттбергер, там, тройные свои напрыгает идеально. Прекрасное катание, да, вот она, мне кажется, очень выросла в плане компонентов. И к этому еще будет чуть-чуть зрелища в плане четверного сальхова. Мне кажется, это будет просто шикарно. Это, то есть, это будет, вот, именно, наверное, первый случай в женском, когда есть и четверной, да, и четверные есть, то есть элементы ультра-си. И при этом есть уже вот взрослое женское катание. Ведь сейчас у нас как? У нас сейчас маленькие девочки прыгают четверные, да, а вот взрослые женщины не прыгают. Но при этом, как бы, у них как-то, ну, более они могут взрослое катание показать, то есть, какие-то более взрослые эмоции. А тут будет, если вот уже не получится, да, чистый проказ с четверным сальховом и так далее, это будет все в купе. То есть, это будет такой идеальный продукт фигурного катания, по мне. Но мне это кажется. Отлично, отлично, все расписал, и девчонки наши подрастут с четверными. Да. И вообще все будет хорошо. Если правда... У всех свои плюсы. Трусова будет делать четыре четверных, это будет невероятно крутая программа, это будет зрелище собирать стадионы. А Медведева по своей дороге, у нее там есть и будет тоже четверной, допустим, один. Кто знает, может, он нелегко пойдет, он оставит два сальхова там в каскаде. И при этом будет уже катание взрослой девушки, уже. И вот как-то это все. Мне кажется, у женского фигурного катания огромное будущее. Вот мальчиков мне чуть-чуть жалко, потому что девочки уже делают все четверные, грубо говоря, и через лет 10 будет точно много кто делать. А мальчикам что, на пятерные идти? Да. Мне кажется, пятерные нереально надо какой-то, может быть, коньки какие-то другие придумывать. Ну, говорят же, что Ханю учат аксель четыре с половиной. Окей, это разовая акция. Человек может прыгнет его, сделает первую историю, галочку поставить, но он не будет его делать на постоянке. Ты представляешь, что такое тренировать каждый день четверной аксель? Нет, я не представляю. Я тебе сейчас объясню. Каждая малейшая, вот четверная аксель, малейшее дуновение ветра вправо или влево, ты разбиваешься на смерть. И ты просто, твои тренировки окончены. Ты пропускаешь весь сезон. И так будет постоянно. Страх никуда не уйдет. Каждый раз сделать идеально такой элемент, который ты только выучил, невозможно. То есть раньше на катке и двойные не прыгали? Вот я об этом и говорю. Но сейчас это уже... Технологии-то развиваются, коньки какие-нибудь придумывают. Вот я об этом и говорю. Либо вот такой путь, то есть с какими-то коньками и так далее. Либо останавливаемся на всех четверных. Это и то, дай бог, сделают люди потом. Ну там все четверные, произвольные тоже, не каждый. Это делает сейчас... Пошел в кураж. Нейтан Чен делает только, наверное, все четверные. Говоря о девчонках, не совсем получилось выступление у Стаси Константиновой. Ты смотрел, как зал реагировал? Ой, Стася. Зато она красивая. Вот. Я могу сейчас так сказать. Ну, блин, ну, нужно форму набирать. Ну, что сейчас, о чем говорить? Неудачное выступление. Она сама это понимает. Найдет в себе силы. Она талантливая, очень харизматичная. И в плане хореографии сильная спортсменка. Ей нужно просто добавить чистоты в программу. Найдет в себе силы, найдет мотивацию, найдет второе дыхание. Будет здорово. Посмотри, есть Луктамышева, у которой тоже был очень-очень неприятный спад в карьере. В какой-то момент. Но сейчас-то она блистает. Сейчас она в топе. Сейчас она конкурентоспособна абсолютно со всеми спортсменками. Правда, и компоненты почему-то все время держат. Я вообще этого не понимаю. У наших судей, вообще, ну, вообще у всех судей в фигурном катании есть большая власть. Я считаю, что они должны поощрять людей, которые делают что-то новое. То есть, допустим, вот как там трусовые и так далее. Прощайте, какие-то маленькие моменты. Может, недокрутик какой-то просить. Я здесь понимаю, что сейчас все не в пользу спортсмена. Да, к сожалению. Да, но как-то, ну, блин. Ну да, если человек прыгает четверной чуть-чуть в недокрут, то не ставить его. Поощрять его за то, что он идет вперед и движет за собой фигурное катание. Поощрять Лизу Туктамышеву за компонентами и так далее, за то, что она, был у нее момент в карьере, да, этот тройной аксель вообще его не было. Там даже 3-3 тулупа не было в какой-то момент. И тут на тебе, и луцы тулупы, и два тройных акселя со сложных заходов. Они сказали, поощряйте спортсмена. Мотивацию убить у спортсмена в фигурном катании очень легко. Ты делаешь невероятную работу, пашешь, вообще не видишь ничего, кроме льда. Приезжаешь на соревнования, откатываешь, просто супер прокат, выдаешь все эмоции, а тебе ставят такие, ну, средненькие оценочки. Если раньше не было понятно в танцах, даже танцоры сами сидят и не понимают, кому что поставят и за что поставили, то сейчас уже в одиночном непонятно. Говоря о непонятных оценках, перейдем к танцам на льду. Поздравляем Викторию Синицыну, Никиту Кацалапова со вторым золотом этапа гран-при и с выходом в финал. Очень крутые в этом сезоне. Ты вообще как танцы, ты смотришь или так, отчасти только результаты? Смотрю, слежу очень. Но там в танцах все как-то более предсказуемо. То есть можно примерно места уже распределить даже до начала соревнований. То есть если что-то только экстраординарное не случилось, в плане, там кто-то упал и так далее, в танцах-то это вообще все. И меня радует, что вот у нас Вика с Никитой есть. Он уже олимпийский чемпион с одной партнершей. И мне кажется, сейчас он прям вот как по рейсам идет, как вот бешеный поезд к олимпийским медалям уже с другой партнершей. И сейчас вот те баллы, как они катаются, и как свободно себя чувствуют. Опять же, вот это катание, когда ты смотришь вот сейчас, раньше такого не было. Раньше переживаешь, волнуешься, вдруг-вдруг там что-то где-то пошло. Сейчас как-то вот смотришь и... Уверенность появилась в них. Да, как-то как будто они все забили на все, вот как-то так сказать. И в свое удовольствие катаются для зрителей, для себя. И вот просто смотришь и наслаждаешься. Нет такого, что ты в напряжении. Мы же в театре не переживаем за актеров, которые... Нет. За артистов, что он может где-то что-то накосячить. Мы уверены, мы даже об этом не думаем. Мы смотрим в целом на картинку. И мне кажется, вот в танцах это точно высший уровень. Это когда вот как Пападакис, как вот... Я бы уже сказал, что как и Никита с Викой. Когда ты просто пять минут находишься в театре. Ну, грубо говоря. И это, мне кажется, как комплимент танцорам. Потому что они действительно же должны создать этот спектакль. Парное катание. Тоже, в принципе, особенно после короткой. Вообще идеальный педестал. Три российские пары, и все к этому шло. Но, к сожалению, Столбова и Новоселов оказались вне педестала почета. Но поздравляем нашу молодую пару. Бойкова-Козловский. Золото. Второе золото. Финал. И Тарасово-Морозов-Серебро. Второе серебро. Нет, у них бронза была на первом этапе. Здесь больше внимания болельщиков приковывала пара Столбова-Новоселов. Потому что такой первый. Вообще первый старт этой пары. И сразу гран-при. Да, мы вот вчера буквально еще пересматривали с папой. Отец парник. И он как-то больше следит, возможно, даже за этим. Мы искренне не понимали, почему пара только что новая, только что созданная сразу на гран-при. Ну, тут Андрею как бы тяжелее. Тяжело. Потому что ответственность и адреналин, который он может иногда сбить чересчур. А тут, мне кажется, у него был адреналин, его убил выносливость. Он перестал, наверное, как-то уже контролировать свои мышцы. Потому что они уже начали... Уставать? Пошли в отказ, пошли в отказ, да. Это было видно. И тут трагедии нет. Самое главное, смотрится прекрасно. Отдельные элементы у них на супер-высоком уровне. Столбова супер-опытная фигуристка. У них шикарный тренерский штаб. Поддержка сильнейшей федерации. Ну, то есть нашей, российской. Что еще нужно? Нужно сейчас набираться опыта. Я думаю, в принципе, все возможности есть. Дальше надо работать. Если копнуть опять же чуть глубже, почему бы и нет? Почему бы не сразу прям вот пойти в бойню, как вот сейчас сразу первым стартом гран-при, чтобы на следующих уже соревнованиях сразу и быстро стало легче. Мне кажется, после такой встряски сильнейшей... Дальше должно быть легче. На следующем, в принципе, будет прям вот на голову, а не выше. Ну, мне так кажется. Ну, Тарас Морозов тоже та пара, которой нужно дать время. Опять же, притерка к новому тренеру, к новому методу работы, еще и за границей. Ну, к новому стилю даже, я бы сказал. Парой. Да, очень не изменились. Мне кажется, вот как раз-таки стиль сейчас добавился. У них была просто хорошая пара, качественные элементы, хорошие компоненты. А сейчас у них добавилась к этому всему такая вишенка, как бы изюминка в чем-то. Это очень ведь важно. Судьи оценивают ведь не только вот сейчас, как ты на льду. Они даже оценивают, в принципе, я серьезно говорю, и твои соцсети, грубо говоря, как ты выглядишь, как ты общаешься и так далее. Вот все в целом. Вот если ты значимая фигура в фигурном катании, там в плане и где-то даже там за пределами катка, то это тоже играет роль. То есть если ты даешь, например, какое-то интервью и говоришь, да что-то судьи мне оценки за ними, они такие типа, ага, записали. Да, поэтому я могу говорить, что я хочу. Да нет, ну тут такая тонкая грань, тут это и есть, и этого и нет. Вот так я могу сказать. Вот есть, допустим, Миша Джи. Он не показывал невероятных технических там... Я, кстати, думала, а в чем феномен? Вот, человек, которого любят, человек, которого, программ, которого встает в зал, любят, вот и все. Вот его любят, это видно. Вот тебе, пожалуйста, оценочки. Несмотря на то, что ты с тройными. Ну вот, грубо говоря. Просто я знаю сам, потому что варился в этом всем, есть даже такой критерий. Такой критерий есть, может быть, не все даже об этом думают. Но там, грубо говоря, как ты себя ведешь, как ты общаешься, какая у тебя там, не знаю, прическа, как ты на тренировках себя подаешь, как вы с тренером общаетесь на тренировках. Они следят за всем, они сидят и следят за всем. Ну, если ты уже интересен в мире фигурного катания, они следят за мелочами в том числе. Про болельщиков очень активно их обсуждают в последнее время. И Красножон здесь недавно в интервью «Спорт 24» нам поделился мнением, что какие-то злые болельщики в фигурном катании, особенно в интернете. Блин, вот это, честно говоря, вот особенно когда со стороны на это смотришь, понимаешь, что создается только такое впечатление. Есть вот 90% адекватных, потрясающих болельщиков, которые поддерживают в любом случае. Понимаешь, вот даже я тебе так скажу, как спортсмены, читают, читают, там, 500 комментариев листают, там, какая-то ты самая лучшая. И какой-нибудь, вот урод. Вот такой. И на этом ты останавливаешься с комментарием, понимаешь? Вот думаешь, сказал бы ты мне это в лицо сейчас. Понимаешь? И так снова листают, листают, солнышко там, он говорит, как приятно, как приятно. Опять остановился на комментарии, там, что, там, ни прыжков, ни таланты вообще, фу, уезжай отсюда, там, знаешь, реагируешь больше на вот этот негатив, поэтому, наверное, так кажется. Давай в конце вот тремя словами опиши свои эмоции от московского этапа. Гордость. Это вот это все вот. Радость, потому что это прекрасные дни были, честно. Согласна. Блин, вот честно говоря, еще раз хочется сказать гордость, но уже не гордость за болельщиков и за вот эту атмосферу, которая была, а гордость уже за наши спортсмены, за их выступления. Вот я бы так сказал. А первая, я думала, первая гордость была. Первая гордость не та гордость. Сначала гордость, такая вот гордость, потом радость, а потом гордость, другая гордость. Понимаешь, о чем я? Вот так. Гордость, радость и гордость нас переполняет от московского этапа гран-при. Это была фигурка с Эммой. Подвели с Максимом Ковтуном итоги московского этапа гран-при. Любите фигурное катание, поддерживайте всех фигуристов, так как это делали сегодня мы, я и Максим Ковтун, потому что болеем из-за Морриса, из-за Алексея Красножона. Прям вообще любим всем сердцем, всем желаем чистых прокатов и только побед. Ну, а вы, друзья, оставайтесь на канале фигурка, подписывайтесь. С этим видео что можно сделать? Поставить лайк, подписаться, ссылочка в описании, колокольчик, субскрибы. Ты это хотела? Да, да, спасибо большое. И мой соведущий сегодня Максим Ковтун. Всем любви. Субтитры сделал DimaTorzok